всем друзья привет сегодня у меня для вас интересный и полезный товар особенно для электриков любых электриков автоэлектриков электриков которые проверяют диоды например или электриков которые делают проводку в домах вот такое универсальное устройство вы не подумайте это не просто клещи электрика эта штука делает все проверяет диоды вот тут можно подключить к ней щупы можно использовать как обычный мультиметр в общем это универсальные умные клещи электриков наверное давайте рассмотрим поставляется приборчик симпатичной картонной коробке привычного для gvda дизайна токовые клещи gvda gd 166b с полноценным умным смарт мультиметром эта штука по сути является полноценным мультиметром с возможностью бесконтактного измерения как переменного так и постоянного тока до 600 ампер этот прибор позволяет измерять постоянный и переменный ток до 600 ампер напряжение постоянного и переменного тока до 600 вольт сопротивление емкость частоту скважность температуру кроме этого есть прозвонка диодов и цепей бесконтактные детектирование напряжения и определение фазного проводника для тех кому необходимо измерять коротковременные пусковые токи в приборе имеется режим in rush диапазоны измерений у этой штуки как у хорошего мультиметра дополненного бесконтактным измерением тока мультиметры часто измеряют ток не более 10 ампер а также чтобы произвести измерение необходимо будет разорвать цепь и подключить щупы в этот разрыв то есть подключить мультиметр последовательно клещи позволяет во-первых производить измерения без разрыва цепи а во-вторых способны измерять в десятки или даже в сотни раз более высокие токи данный экземпляр может измерять ток до 600 вольт и до 600 ампер гаджет интересен так что предлагаю его протестировать хоть я и не электрик но протестировал как смог приятного вам просмотра и так давайте размираться что умеет этот гаджет эти клешни электрика и так запускается он нажатием кнопки я уже батарейки ставил смотрите вот видите он пропикал в нем есть функция самодиагностики если в нем что-то не работает то есть он вы выведет ошибку сейчас он два раза пропикала витри и это означает что он сам себя самодиагностировал видим на экране первых четыре шкалы это у нас режим авто то есть данная штука когда вы подключаете книжки чупы она сама авто понимает что и нужно сделать она может измерять как постоянный ток так и переменный ток и значит первое первое обозначение можем видеть это определяем ток второе это определяем вольтаж третье сопротивление четвертый это прозвон прозванивать можно как в авторежиме так и в ручном ручной режим можно настраивать вот функция так мы нажимаем зеленую кнопку и вот уже пошло это уже в ручном режиме я выставляю потом вольтаж потом сопротивление прозвонка и так далее сейчас расскажу что эти режимы обозначают скидываем на авто также сама зажимаем и она идет авто вот пошло авто и так первое желтое обозначение зеленые это диагностика диодов потом 6 это измерение маленького напряжения в милливольтах потом получается 7 это измерение частоты тока в герцах вот она потом вот эта диагностика конденсаторов у меня конденсаторов нет так что по ходу не смогу проверить потом 9 эта температура в цельсиях и фаренгейтах сразу же показывает и последний режим это режим ncv и режим life вот это вот антенна что тут выделено она проверяет получается есть ли например проводка в стене это мы потом проверим а life режим определяет щупом фазу и ноль на проводе вот у нас есть щупы щупы довольно качественные щупы защита я вам уже их показывал щупы не перепутать принципе и также вот есть датчик температуры тоже его сейчас проверим решил сразу подключить щупы для определения температуры вот мы видим что я пока не переключился в режим измерения и сейчас переключаюсь режим измерения вот мы измерение видим фаренгейтах и цельсиях ну допустим давайте померяем теплоту моего тела если что я поставил себе еще под язык смотрим как поднимается температура тела не знаю что со мной не так но данный прибор показывает 30,8 цельсия ну должно быть 36 и 6 конечно есть какая-то погрешность конечно он вам идеально я думаю не покажет температуру но как бы погрешность в роли как бы в зоне допустимости как я понимаю теперь давайте присоединим щупы так щупы присоединили и хочу еще побырику два слова вам сказать про прозвонку значит смотрите прозвание прозванивать можно как на авторежиме так и на ручном на авторежиме есть задержки смотрите если вот мы будем вот так делать ничего не прозванивается а сейчас прозванивается видите ничего не прозванивается зажимаем прозванивается теперь переводим в режим прозвонки и видите сразу же при мелком касании прозванивается видите идем дальше и так продолжаем тестировать дальше сейчас будем в авторежиме будем тестировать запихиваем и смотрим что на тестирование у нас я думаю будет будет тестировать вольтаж показывает авто показывает сразу на вольтаж и вот авторежиме показывает вольтаж сейчас вот 224 вольта ну и герцы показывают 50 герц то есть все как и должно быть у нас 50 герцовые сети ну и 220 предлагаю также в авторежиме проверить вольтаж батареечки давайте попробуем сначала на авторежиме что она нам покажет у меня мини пальчик и конечно его немножко тяжело удержать ну в авторежиме показывает почему-то сопротивление сразу да то есть сопротивление видите что показывает вот если мы перевернем щупы то это она будет считать коротким замыканием видите но считает что это короткое замыкание потому что меньше чем 50 ом ну или 50 вольт вроде как то так так значит смотрим вольтаж уже в ручной ручных настройках вот это у нас не неверная полярность теперь ставим правильно и она уже покажет вольтаж батарейки так у нас батарейка 1 и 5 вольта но показывает 113 ну потому что батарейка уже просевшая и уже использовалась она не новая еще раз переключаем и она показывает минус как и должно показывать так продолжаем тестировать наш мультиметр мультиметр клешни дальше сейчас будем проверять светодиод у меня тут все все светодиоды кстати рабочие вот потому что то новая лад лента об видим горит если поменять полярность ничего быть не должно вот поменяли полярность никакой реакции нет еще раз правильная по реально полярность цветодиод проверили этот рабочий этот рабочий рабочий берем другой любой из ленты и должен быть рабочий но лента рабочая полностью вся лента работает так что все проверяет как мы видим так переходим к следующим измерениями так у нас есть я в ручном режиме выставил проверку конденсаторов их конденсаторы нашел такие меньших не было советский союз предоставил нам эти конденсаторы и погнали у нас здесь или ту 8 или ту 9 микрофарад погрешность плюс минус 5 процентов давайте посмотрим как она его определить смотрим прибор думает это нормально для приборов определяет 8 микрофарад перепутаем наши щупы думает думаю думает также при переставлены щупах показывает 8 микрофарад идем далее тут у нас 7,8 с погрешностью также пять процентов ну попробуем тут проверить конечно 7,8 должно быть с погрешностью 7,6 показывает окей идем дальше имеем вот такой конденсатор на 30 микрофарад погрешность 10 процентов 27 из 7 десятых в принципе погрешность 10 процентов очень даже хорошо списался этот конденсатор и последний экземпляр у нас 10 микрофарад погрешность 20 процентов это уже какой-то он не очень качественный еще раз 10 микрофарад может 8 получается показать ну смотрим прибор у нас думает 9 целых ну 9 с 0 9 показывает что также в принципе хороший показатель вот так проверяет у нас конденсаторы идем дальше и так продолжаем тестировать переходим в следующий режим следующий режим у нас измерение температуры его пропускаем я уже показал и в последний режим ncv и live пока что работаем с режимом live это определяет плюс-минус хочу отметить что есть для удобства вот такой вот держатель щупа если вам нужно на первый раз как-то у вас рук рук короче не хватает хотите раз проверить в общем щитке где-то два две руки вы сюда вставили один щуп у вас у второй щупы проверяет в данной ситуации мне это не нужно и так режим live проверяем плюсовую и минусовую клемм не клемм а фазы вот у нас плюс минус не показывает плюс показал также для этого кстати режима live нужно чтобы вот только один щуп вот мы его и имеем вот а то я немножко не в камеру также хочу обратить ваше внимание еще раз переходим те же режимы режим ncv вот он ncv режим вот этой антенкой находит скрытую проводку в стене очень интересная ситуация включил режим ncv и проверяю хочу проверить проводку внутри стены прикол в том что в гараже данный клешни не видят проводку а в дома видят смотрите у меня вроде тут проводка идет не видит проводку причем вводим везде проводку не видит если посмотрим на провод который не спрятан то вот он все работает вот показывает красным провод что есть вот он видит провод что где-то есть диапазоне в диапазоне у него проводка вот еще раз раз красным показывает об показывает вот у меня проводка показывает то есть режимы ncv на приборе можете видеть что он показывает что где-то есть тут но еще не нашел фазу а вот он уже как бы нашел но давайте посмотрим как он ищет дома повторюсь гараже почему-то не находит скрытую проводку может она глубоко спрятана по штукатурка не знаю это уже в домом и сравниваем показывает что проводка идет как-то сюда и вот показывает проводку только прикол в том что она и тут показывает проводку и тут показывает проводку вот и это наверное просто у него я не знаю как бы что сказать это погрешность или непогрешность вот тут сверху показывать проводку ну возможно вот так идет проводка поверху тут показывает что есть есть фаза есть питание например вот берем стену тут тут где вообще нету проводки никакой вот она ее нигде не ловит да вот нигде ничего не пищит вот идем дальше Вот тут, например Тут показываю, да, потому что тут выключатель Тут нету, да, просто ловит, что тут где-то есть Фаза Вот, подходим к другой комнате Тут тоже оно показываю, да Тут вот уже снизу нету Тут нету Оп, тут, наверное, вот так идет кабель Вот Опять же, тут, наверное, идет кабель кверху Вот Видно, что кабель красный, видите Ну вот, показывает, что вот так вот идет кабель получается Ну вот как-то так Также, например, давайте посмотрим, как оно ищет под плиткой Потому что я понимаю, все зависит от поверхностей Вот тут, где ничего нету, тут ничего не показывает Тут уже, когда приближаемся к фазе, то она ее слышит В току Ну тут показывает, что тут есть кабель, но только где он Нужно вот так искать, когда будет максимально пищать, тогда там будет кабель, наверное Мне кажется, что кабель идет вот так вот просто прямо В общем, показывает, показывает И, кстати, тут еще есть фонарик, про который я не рассказал Зажатием этой кнопки Вот выключили Вот будет работать фонарик Фонарик довольно хороший Так, ну и один из последних тестов Будем мерить инструмент по данному его назначению Как клешни Выставляем ручной режим Проверка напряжения У нас есть аккумулятор Это плюсовая клемма, это минусовая клемма Значит, плюс-плюсу, тут плюс, тут минус Плюс-плюсу, минус-минус Смотрите Вот, идет потребление 1 ампера В данной, как я понимаю, ситуации У нас, это потому, что у нас открыта дверка и горит лампочка Сейчас я включу зажигание Посмотрите, как изменится потребление Оп, лампочки включились Вот Так, подпрыгнуло потребление Это просто я включил приборную панель И магнитолу двухдиновую Включаю ближний свет Потребление еще должно повыситься Вот, что показывает Картинку я, наверное, переверну Чтобы вам лучше было видно И сейчас включу дальний свет Так, я-то дальний свет включил Но машина выключена Сейчас Дальний свет включил Вот такое потребление показывает Сейчас завожу мотор Я сейчас убираю Дальний свет Только приближним И завожу мотор Мотор завел Уже пошел работать стартер Вот, какие значения у нас показывают И включаю 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 Дальний свет Включил Дальний свет Это еще без Противотуманок Вот, что мы видим И включаю Противотуманки Сейчас 23 Первое потребление Ой, то есть Да, вольта потребления Это включил Противотуманки И стало 33 То есть, как мы видим Вот так работает наш прибор Если мы поставим, например На минусовую клемму Вот То покажет, в принципе Все то же самое Только просто не видно вам будет сейчас Это на плюсовой клемме Вот такой прибор Я надеюсь, вам все видно Если за звук, извините Хожу на улице Дует Ветер Как-то так В общем, что я скажу Данный прибор, если кому интересен Ссылочки будут в описании Как по мне Товар очень качественно собранный Поставляется в очень хорошем кейсе В наборе два вида щупов Щупы для измерения температуры И щуп для измерения напряжения Все читаемо Все классно Хорошо видно Цветной экран Все круто Кому интересно Ссылки еще раз в описании Пишите, как вам данный гаджет И будьте все мне здоровы Пока Читаю ваши комментарии